Американист назвал цель тайного визита советника Трампа в Москву. Визит советника президента США Дональда Трампа в Москву Фионы Хилл может быть связан с договором СНВ. 3. О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 3. Заявил в беседе с известиями эксперт-центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее 18 апреля коммерсант сообщил о том, что в Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США по вопросам России и Евразии, членом Совета национальной безопасности страны Фионы Хилл. Потепление к лету. Парламентарии РФ и США могут встретиться в июле. Возобновление диалога российских и американских законодателей тормозят в Конгрессе. Главная проблема, которая сегодня стоит в российско-американских отношениях, заключается в том, что в 2021 году стекает договор СНВ. 3. Сказал Блохин. По его оценке, для заключения нового договора осталось мало времени, и если Соединенные Штаты хотят сохранить стратегическую стабильность между Вашингтоном и Москвой, то этот вопрос нужно решать. Также необходимо поставить под контроль эскалацию, которая идет в отношениях между США и Россией. По крайней мере попытаться заморозить ухудшение российско-американских отношений, которые при президенте США Дональде. Вред. Трампе рухнули больше, чем при экс-президенте США Бараке. Вред. Обаме. Сказал Блохин. При этом американист отметил, что Фиона Хилл не является сторонницей или другом России. В частности, у советника Трампа вышла книга «Путин. Оперативник в Кремле», в которой она буквально на каждой странице критикует внешнюю политику России и президента страны Владимира Путина, напомнил политолог. Несмотря на это, ее визит в Москву говорит о том, что диалог между двумя сверхдержавами должен продолжаться. По информации коммерсанта, советник Трампа уже не первый раз посещает Москву. Однако прежние поездки, как и нынешние, не афишировались по просьбе американской стороны. Ранее, 11 апреля, глава Комиссии Госдумы по правовому обеспечению и развитию организации ОПК Владимир Гутинев заявил, что новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» удерживает США от выхода из СНВ-3. 24 января сообщалось, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД, ставит под угрозу и СНВ-3, который был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами. Срок его действия заканчивается в 2021 году. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале призвал не затягивать продление договора.